Великобритания стала ключевым союзником США, когда администрация Джорджа Буша-младшего решила предпринять военные меры в отношении иракского диктатора Саддама Хусейна, заявив о наличии у него химического и биологического оружия. Впоследствии это оружие не было найдено. Комиссия по расследованию роли Великобритании в иракской войне проводила работу в течение нескольких лет и составила доклад почти на три миллиона слов. Выводы главы комиссии Джона Чилкотта крайне неутешительны. Великобритания решила принять участие во вторжении враг до того, как исчерпала все варианты мирного разоружения Багдада. Военные действия в тот момент не являлись последним средством. Рассекреченные правительственные документы свидетельствуют, что премьер-министр Тони Блэр заявлял своему американскому коллеге, что готов присоединиться к нему за восемь месяцев до начала операции. В своем двухчасовом выступлении в среду Блэр утверждал, что он не торопился начать боевые действия. После терактов 11 сентября в США прошел едва ли не целый год. В конце 2002-го, начале 2003-го года мы видели перенос внимания разведки на оружие массового уничтожения. Мы сделали это в меняющемся контексте опасности массовой гибели людей, вызванной новой формой терроризма. Бывший британский премьер извинился перед семьями погибших британских военных и принес извинения за сотни тысяч убитых иракцев во время войны и в период после нее. Однако Блэр отказался заявить, что он принял неверное решение. То, что изменилось, изменилось не в Ираке. Были теракты 11 сентября и Афганистан. Именно это привело к тому, что американцы добивались вторжения в Ирак. Однако доклад Чилкота говорит о сдерживании. Введенные санкции могли бы предотвратить возможность получения с Адамом оружия массового поражения. Да, они не были идеальными, но они работали и заслуживали того, чтобы им дали больше времени. Послушать доклад Чилкота пришли родственники погибших в Ираке солдат. Та боль, которая начала потихоньку утихать, тот душевный покой, который я стала постепенно обретать после долгих 11 лет, все это пропало, как и в тот момент, когда я услышала слова о том, что Боб Улконор пропал без вести и предположительно погиб. Страдания в Ираке не прекращаются. Несколько сотен тысяч иракцев были убиты в межрелигиозных столкновениях после вторжения США. Один из самых жестоких терактов был совершен на этой неделе, а труп смертников в Багдаде в один день погибли 250 человек. Расследование Чилкота может стать последней страницей в темной главе британской политики. В Ираке тяжелые последствия ощущаются и по сей день.